На кончике перекреста взгляда возникают или не возникают какие-то фигуры, лица, события, знания. Это все фигуры, образы, а иногда вместо образов тени. Так вот, это два героя. Это Марсель, то есть герой романа, и герцог Сен-Лу, друг его юных лет. И притягательная фигура для героя романа, для Марселя, притягательная как воплощение аристократизма. Аристократия не случайно притягивала и Пруста, и героя романа. Это не в силу какого-либо снобизма, а в силу одной простой, всем нам известной вещи. Потому что аристократия это вообще-то символ и реальное материальное бытие всего завершенного, ставшего. И вот в качестве таких совершенных воплощений того, что свершилось, ну скажем, аристократия это представитель людей, которые что-то сделали в истории. И доблестью свою установили ими. Потом это имя может стать пустым, конечно. Ясно. Но это тоже надо разгадать. Я помню, что для меня проблемой в юности тоже было разгадывание грузинских имен легендарных. И многие из них пусты. А вот разгадать их, в том числе пустоту, тоже существенно. Или не пустоту, тоже существенно для нашей жизни. Так вот, значит, Сен-Лу и Марсель. Марселю дано знать что-то о возлюбленной Сен-Лу. То есть знать что-то, что как раз Сен-Лу нужно. А Марселю безразлично. Он после случайности судьбы встретился с возлюбленной Сен-Лу в доме свиданий. Где он мог иметь эту возлюбленную Сен-Лу до того, как Сен-Лу влюбился в нее и так далее. За пять франков. Ну пять франков это в те времена было довольно... Не такая же маленькая сумма, конечно, она не катастрофически большая. Ну и теперешние пять франков, которые даже одному рублю не соответствуют даже. Ну что, в современном курсе. И он, кстати, знает, какова она. Ее зовут Рахид. И, кстати, прозвище у него в романе, по возрасту это не совпадает с вашим возрастом. Я сказал возраст, потому что, понимаете, есть мелодии, которые как волны существуют. То есть есть какие-то годы, когда популярна какая-то мелодия, она все время звучит или по радио, или где-то еще. Эта волна может охватывать собой десятилетия. Потом есть еще десятилетия какой-то другой мелодии. Я помню, в мои времена, к несчастью, не было транзисторных приемников, их обилие, не было других музыкальных устройств, модифонов и так далее. Была вот эта вот черная тарелка репродуктора радио. И там очень часто раздавалась ария. Есть такая ария из оперы, которая почти у нас не ставится никогда. По-моему, просто не ставится никогда. Это опера «Алеви» – «Жидовка». И там начальные слова арии такие. «Рахиль, ты мне дана небесным провидением». Я, к сожалению, лишил музыкального слуха и не могу вам ее напеть. Воспроизвести у меня. Абсолютно отсутствует воспроизводящий музыкальный слух. И вот я с детства помню, она настолько часто звучала. Сейчас вот что-то я не слышу, чтобы она звучала. «Рахиль, ты мне дана небесным провидением». А по-французски это «Рошель Канн Дюсеньер». Дюсеньер – это с большой буквы, это значит «бук» или «божье провидение». Оригинал так звучит. И вот и «Рахиль», я с умилением прочитал позже, чем звучала в моих юношеских ушах, звучала эта мелодия, позже, чем это, прочитал в тексте «Рахиль, ты мне дана небесным провидением». И Марсель, в общем, был наслышан от своего друга сыну о какой-то совершенно божественной женщине, которая просто королева по своим интеллектуальным, моральным и физическим качествам. И все собирался сыну познакомить Марселя с этой королевой. И вот произошло знакомство, что происходит на улице, около Павла Лесатника. И вдруг Марсель видит ту самую «Рахиль, ты мне дана небесным провидением». А это она, она же возлюбленная Пруста. То есть Сен-Лу об земле, царица по своим моральным, физическим и интеллектуальным достоинствам. И Грустишек. Несомненно, он смотрит на эту, значит, описывается, что герой смотрит на Рахиль, на ее лицо. И он замечает, безусловно, это было то же самое худое и узкое лицо, которое мы видели и Роберт, Роберта звали это Сен-Лу, и я. Но мы пришли к нему, к этому лицу, ну, представьте себе путь. То есть, как бы наша мысль является каким-то путем, взгляд наш. Вот путь в этом небе, где скрещиваются взгляды. Ну, пришли мы к этому лицу по противоположным дорогам. Тоже слово «дорога», помните. Оказывается, что у нашей души есть дороги, по которым мы идем. Пришли к этому лицу по противоположным дорогам, которые никогда не вступят в взаимное общение, то есть никогда не сообщатся. Значит, еще один образ у нас. Во-первых, есть дороги, во-вторых, есть несообщающиеся дороги. И мы никогда не увидим одно и то же лицо. В силу того, что с разных сторон, то есть не физических разных сторон, потому что физически говорит просто, это одно и то же худое и узкое лицо. Физически оно одно. Дороги разные. То есть дороги в наших душах часто обусловлены просто случайностью. Встреча. Случайно просто было дано ненужное ему знание, потому что этой женщине не существует в его жизни. Она просто женщина, заменимая любыми другими женщинами. Он перекрестился с ней в доме свиданий. А Сен-Лу увидел впервые Рахиль со сцены театра. То есть на сцене театра. Он сидел в партере. И на лицо Рахиль, которое он увидел впервые на сцене, падал отблеск всех выступлений.